Спасибо, мистер президент! Я уверена, что прокуратура до сих пор, и особенно ФСБ, внимательно смотрит Виктора Анатольевича и, собственно, нас всех. Перестаньте бояться. Субтитры создавал DimaTorzok Нажмите нас и нажмите на колокольчик. И в конце я кое-что вам покажу. Всем привет! Привет! Привет, привет! Здравствуйте! Первый вопрос. У кого есть антитела? Я должна была вчера уехать в Эстонию. Мне нужно было сдать тест о том, что у меня нет коронавируса на момент пересечения границы. И я просто для себя решила сдать анализ на антитела, потому что я болела в октябре. И с октября у меня должны были сформироваться уже антитела. Но вот мне сегодня пришли результаты из лаборатории о том, что у меня антител не обнаружен. У меня светленькая справка, что я здоров. Виктор, а зачем тебе была нужна справка о здоровье? Я сейчас в Израиле на карантине. Я прожил, значит, в приятном заключении десятидневном в номере с видом на Средиземное море с балкончиком метро. Но нельзя было выйти в коридор. И я вот десять дней так отсидел. И сегодня на иврите получил сообщение. Я все-таки даже залез в автопереводчик и узнал, что я здоров. И немедленно, значит, оттуда слинял. И вот сейчас на свободе вы меня наблюдаете. У нас есть свежая шутка, которая не шутка. Что-то случилось с Гуглом, я не знаю. Но, по-моему, сегодня все сделали это. Все вбили по-английски Google переводчик. Thank you, Mr. President. Вот. И переводчик показывает на русском. Спасибо, дорогой Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Прекрасно. Поэтому я забеспокоилась о переводчике Виктора Шендеровича. Там все точно, там не было Путина. Ври-то эти лапы еще не дотянулись. Меня интересовало только одно слово – негатив или позитив. Так вот негатив, вот и все. У меня вопрос к Нате Радиной и к Павлу Аракеляну, к нашим белорусам. Вы ощущаете себя, как нацию, главными героями этого года? Безусловно, ощущаем. Белорусы в этом году поразили весь мир. Сколько тебе было лет, когда ты попал в тюрьму? 31. Музыка Музыка Меня шантажировали. Начальник тюрьмы КГБ, Орлов, мне говорил о том, что мы сделаем все, что у тебя не будет детей. Ты отсюда выйдешь разваленной. Но у тебя нет детей? Это потому? Нет. Ну, я надеюсь, дети еще будут. Я горжусь тем, что я белорусская. В общем-то, я всегда гордилась. А в этом году особенно. И это видно по той мировой солидарности, которая была с Беларусью. По тому вниманию, которое мы привлекли. Ну и даже здесь, вот в Варшаве, когда мне приходилось несколько раз на демонстрациях проходить с бело-красно-белым флагом по улицам Варшавы. Просто люди останавливали, обнимали, выражали слова поддержки. Ну, видно, что сегодня вот действительно люди во всем мире, они болеют за нас и очень хотят, чтобы мы победили. Павел, по этому поводу у меня вопрос к тебе, как к музыканту. Какая, на твой взгляд, главная песня этого года? Главная песня для меня, безусловно, это «Три шарапахи». Это песня, которую поет вся страна, которую поет бесконечно и в которой, в общем, очень хорошо выражается. То есть это вся и самоирония, и дружба, и солидарность в общем-то нациях. Мы вместе! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, сюрпризом не будет! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай! Ощущение, что белорусы герои года и ощущение, что уже практически посмертно на сегодняшний день. Павел, почему ты сказал, что посмертно? У нас все очень плохо. Писали, конечно, очень многие люди, кто был свидетелем твоего страшного преступления. Ты, как обычно, играл во дворе протестную музыку. Как ты, Беларусь, нашу милую маму, требовал розы в краях побывать. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шагай не достала! После чего ты закончил свой концерт, сел в машину и на красном свете тебя забрали, увезли Жодина, Окрестина, Могилев. Что все это было? У меня еще нет на руках протокола судебного, но когда судья зачитывал обвинение, звучал, например, так. Выражал несогласие с действием ведущей власти путем игры на синтеза. Ну, тем не менее, я думаю, что все продолжается, и мы будем бороться, и уверена, что мы победим. То есть сейчас это действительно временная передышка, я к этому так отношусь. Вынужденная временная передышка, конечно, тот террор, который Лукашенко развязал в стране, он просто невероятный по своей силе. Да, действительно, сегодня фашистский террористический режим. Но вот эта ненависть к этому режиму, вот это желание свободы, желание перемен, оно никуда не делось. И я убеждена, что в следующем году этого диктатора не будет. У меня вопрос к нашему израильскому мудрецу. Ты ничего не знаешь про особый синегальский путь? Ты не в курсе? Там был президент в 2000 году избранный. В 2008 году он вместо себя поставил премьер-министра. Потом снова сам. Это уникальный синегальский путь. Оль, в том-то и дело, что путь совершенно типовой. Всякий путь узурпации власти и деградации, стагнации, он вполне типовой с какими-то рюшечками. Виктор, скажи, пожалуйста, а тебе из Израиля, оттуда тебе тоже так кажется, что белорусы все? Это главная тема, в общем, последних многих лет ощущения. Вот когда говорят оптимист или пессимист. Исторически я оптимист. Исторически, да, никакого президента Лукашенко, батьки, президента, этого ничего нет. Безусловно. Исторически он проиграл. И это понимают все. И никакой опоры, кроме силовиков, нет. И никакой опоры на родине. Это все понятно. Практически, очень пессимистически смотрю на ситуацию, потому что упырь может быть у власти держаться на силовиках очень долго. Просто исторические сроки и человеческие сроки, они очень разные. Любимый пример – это черточка между первым и пятым веком. Распад Римской империи. Первый – пятый век. Размер черточки представляет. А с точки зрения учебника истории, ну да, вот была империя, вот она распалась. Все хорошо, она же распалась, да. Только пока она распалась, погибло очень много людей. Бог знает, что было. Мы наблюдаем распад Российской империи. Она отваливается, обламывает по краю пусками эта львина, да. Это мы видим с конца 80-х годов. Отвалился тот лагерь, отвалилась Балтия, отвалилась Украина, Закавказье. Сейчас вот Белоруссия отламывается, конечно, отламывается. Исторически, да, исторически все хорошо. Только вот это, да, мы в этой черточке можем, еще могут наши дети пробораться в этой крови и гной, к сожалению. У меня вопрос про черточку к юристу и автору двух книг с Фумато и Агами. Как раз про черточку двух, это антиутопия, Алексей Федяров. Как раз про эту черточку действие происходит в нашей пространстве внутри черточки. И ты написал, закончил последнюю часть этой книги год назад. В этом году эта книга была издана. И вдруг мы видим, что что-то начинает сбываться, сбываться и сбываться с этой черточкой. Что нас ждет дальше? В 21-м году, в 22-м. Вот мы в этом месяце узнали, например, что, оказывается, у нас заключенные скоро будут работать в Арктике, на Шпицбергене, где-то там еще. Как у тебя, собственно, было написано в северных территориях. Что-то серьезное, что-то действительно качественное, стоящее расследуется, выявляетесь расследоваться только, когда это нужно кому-то. А вот эта огромная правоохранительная махина занимается ерундой. Абсолютной ерундой. Тем более, сам ты в этом жил много-много лет. Сам вел такие разговоры тоже с людьми. Сам такой же подонок, как они, по большому счету. Ничем в лучшую сторону я от этих людей, когда сам работал, не отличался совершенно. Никаких иллюзий по этому поводу не строю, не говорю, что я был ангелом. Нет. Ты прокурор, который сидел, занимался бизнесом, сейчас в правозащите, юрист, писатель. Дальше что? Я собираюсь заниматься тем, чего занимаюсь сейчас. Мне нравится. Я никогда не чувствовал себя настолько самореализованным, как сейчас. Ты знаешь, я думаю, что всерьез все разгонится, когда начнут урезать, секвестировать бюджеты для правоохранительных органов, для сыновиков. Как только ресурсы для них сократятся критически, они же питаются из двух источников. Это бюджет и бизнес. Бизнес подожрали. Бизнес подожрали. Практически ничего не осталось. Если посмотреть, даже вот прошлый год, 20-й год, хорошо, 19-й год, два года последних, посмотрим. И посмотрим просто по громким задержаниям, громким головным делам. Берем бизнес. У нас везде через день-два жены начинают собирать деньги на помощь бизнесмену, потому что ничего нет, а то жалко, что было в доме, изъято. И берем задержание силовиков, чиновников, там тут миллиард, там миллиард, здесь 10 миллиардов. Ну понимаешь, все, от бизнеса забрали. Там остается пустота и такое вышенное поле, на котором человек знает, когда что-то вырастет. И, соответственно, остается жрать только из бюджета. Видишь вот эти инициативы в Синовске, там с той же Арктикой, с теми же строительствами каких-то зон, как они говорят, как они хотят сделать, при каких-то производствах. Другое дело, что производств нет. Это же все связано именно с распилом бюджета. Сейчас лихорадочно все силовики придумывают себе нужности, придумывают, почему Путин должен взять и отдать комбикорму им, чтобы они не сдохли с голоду, а не вон тем. И все придумывают, всем придумывают, ФСБ придумывают, МВД придумывают. Неизбежно, неизбежно вот это все будет урезаться, финансирование будет урезаться. И силовики впервые, наверное, лет за 15 поймут, что такое, нет, даже, наверное, за 20, что такое остаться без зарплаты. Я помню 98-й год, Ольга, я помню, я был следователем прокуратуры, и нам не платили заработную плату вообще ничего, ни премии, ни макпомощи, вообще ничего, полгода примерно, в 98-м году. Я тебя уверяю, любой из следователей прокуратуры на тот момент лично бы, просто лично бы задушил Ельцина, Чубайса, вот просто. И, кстати, Виктор Анатольевич, тогда смотрели, вот куклы смотрела вся прокуратура, все мои знакомые опираются в ФСБ, все смотрели куклы, я серьезно говорю. Я уверена, что прокуратура до сих пор, и особенно ФСБ, внимательно смотрит Виктора Анатольевича, и, собственно, нас всех. Ну, уже по-другому, да. У меня вопрос к Ермаковым, к Оксане и к Андрею. Ребят, вы бились много лет, много лет за свободу Оксаны. Оксана села в тюрьму по надуманному обвинению, и вот все-таки Андрей тот самый мужчина, который, тут редкий случай, который все-таки это смог сделать. Сколько вы на свободе уже, Оксана? Мы на свободе один месяц с Оксаной, сегодня прожили вместе один месяц. Сколько, Оксан, тебя не было? Я не была ровно четыре года. Тысяча четыреста шестьдесят один день. У нас дома оказались в шесть часов утра толпани знакомых людей. Прямо вот у нашей кровати. Я думал, что мне это кажется, потому что это был какой-то фантастический бред. Не закрывайте, потом я человеку. Подавляют ужасные условия. Я не представляю, но если туалет, который находится в камере, он не закрывается, и закрываться запрещено, как это можно делать? Оксана, а что самое сложное в тюрьме? Оставаться добрым. У меня вопрос такой. Слушайте, а бывают силовики... Мы видели силовиков в Белоруссии, знаем их в России. Бывают силовики добрые, хорошие, сочувствующие? Во-первых, всем добрый вечер. Добрый вечер. Будем так. Все эпитеты, которые вы назвали, Ольга, их можно назвать одним словом человечность. Вот силовики, у которых проблески человечности еще остались, они есть. Но в этом случае я абсолютно согласна с Федяровым в том плане, что они держатся на зарплате, на обещании какой-то пенсии, выслуги лет и стабильности. Вот две зарплаты не платить, и вот все, что мы называем силовики, все это рухнет, потому что есть человечность. Да, и особенно вот в последние полгода, которые я там находилась, а это был как раз начало 20-го года, в Новочеркасске, да. Казалось бы, это та периферия, которая очень сильно поддерживает всех, и они только на бюджет рассчитывают, и на какие-то зарплаты, которые... Но они смотрели на нас, даже на нас, я в том положении, да, людей из Москвы и говорили, ну они что, совсем там, что ли? Ну как, но ведь так же нельзя. Я понимала, что, ну если это доходит уже вот до такого уровня и до тех, кто в бюджете, наверное, да. У меня вопрос к Марине Литвиненко, Лондон. Перед смертью Александр Литвиненко обвинил именно Путина и Россию в покушении на себя, в устранении неугодных. Сашина смерть — это не было какое-то вот моментальное действие. Сашу убивали, и умирал он долго, 23 дня. И, как известно, попытки его отравления было как минимум две еще. Убийство Саши должно было быть именно убийством, и смерть его должна была быть квалифицирована как необъяснимая. Никто не предполагал, что Саша проживет 23 дня, и что сумеет обвинить Путина. Я все равно готовлюсь к любым эфирам, несмотря на то, что вроде как это новогодний эфир, корпоратив вроде бы как, и мы со всеми друг с другом хорошо знакомы. Тем не менее, я когда готовлюсь, все равно узнаю о каждом из вас что-то свеженькое. Например, сегодня, Марина, я узнала о тебе, освежая свое знание о том, что, оказывается, ты подала иск к России в ЕСПЧ, чтобы с богатым преданным выйти замуж за немца, о чем сообщил какой-то чиновник, кстати, в вырослевском комитете. Я не знаю, ты читала или нет? Нет, я не читала. Добрый вечер всем. Спасибо большое, что я оказалась такой необыкновенной, чудесной компанией. И я понимаю, что все в свое время были героями вашего канала, и это очень здорово еще раз увидеть все эти лица на вашем канале. Но я хочу сказать, что иск был подан, и предыстория была, на самом деле, гораздо дольше, чем вот то, что произошло совсем недавно, потому что иск подавался еще в 2007 году. О том, что это богатое преданное, и мне предстоит выйти замуж за немца, это я еще не слышала. А какой был иск? О чем был иск, Марина? Напомни, пожалуйста. В 2007 году, когда было ясно, что преступление совершили российские граждане, ну, во всяком случае, луговой был назван уже как подозреваемый и затребован к экстрадиции, его, конечно, сказали, никогда не выдадут. И мы поняли, что то следствие, которое провела английская полиция, мы дальше этого никуда не сдвинемся. Единственный следующий ход, это был подать в Европейский суд по правам человека на Россию, как государство, которое явно спонсировало и организовало это преступление. В 2015 году произошли публичные слушания, по итогам которых был так называемый отчет сэра Роберта Оона, в котором с многочисленными доказательствами, с научными, с доказательствами, которыми провели полицейские, было доказано, что преступление совершили луговой и ковтун, что это происходило со сведения президента Путина и директора на тот момент Николая Патрушева, директора ФСБ, и как бы все факты налицо. И уже с этим репортом, с этим отчетом мы уже могли подавать в суд по правам человека. Но, как вы понимаете, это не происходит в одночасье. Как только мы возобновили эту жалобу, естественно, отвечало уже российское государство. И вы знаете, все то, что сейчас происходит очень громко, шумно в отношении Алексея Навального, я могу сказать, что для меня это все дежавю. Потому что все это было, начиная с 2006 года. И непризнание каких-то фактов, и непризнание доказательств. Они сейчас говорят, ну это же какое-то журналистское расследование. Но им же было предоставлено расследование, в моем случае, британской полиции. Спасибо. Еще одна большая тема этого года – бунтовщики. Бунтовщики в Белоруссии, бунтовщики в Хабаровске, бунтовщики в Башкирии, бунтовщики много где. И я хочу спросить Петра Курьянова, правозащитника, фонд движения за права человека. Петруха сидела много. Часто. Сколько народу сидит, в общем-то, по сфабрикованным уголовным делам. Как выбивают показания. Сама оговор. В камере сидишь, ты с ними общаешься. Огромное количество, огромное количество невиновных сидят в тюрьме. Реально, огромное. Судебное заседание закрыто, молодой человек. Это вот скандальный заключенный, от которого всегда сплошная головная боль. Поэтому все, что нужно сделать, его запугать. Его запугать, сделать его условия невносилыми. Добавить ему новый срок, пытать его убить, пытаться его рассорить с другими заключенными. То есть все это с Петрухой было проделано. Он все это прошел. Петр, ты занимался восстанием на ангарской зоне. Ты вообще занимаешься сопротивлением. Скажи, пожалуйста, для тебя какое главное изменение этого года, 20-го года? Что случилось в сопротивлении? Хочу отметить, что все-таки в этом году, на мой взгляд, наступил вот такой какой-то перелом именно в связи с тем, что Федеральную службу исполнения наказания поставили откровенного ФСБшника. Его поставили туда, ну, судя по тем фашистским методам, ну, реально чудовищным. Зверские происходили полгода, даже больше уже, в Ангарске, в Иркутске, в СИЗО. Это первое его, как бы, он показал свое лицо. Вот это, на самом деле, ждет Россию в самое ближайшее будущее, пока он будет директором Федеральной службы исполнения наказания. То есть, ну, у нас сейчас получается, что гестапо за забором. Вот натуральное гестапо за забором. Мы вчера, позавчера встретили, все-таки уговорили очевидца всех событий в Ангарске, который все это видел своими собственными глазами, который прошел тот ад, который сопровождал тех, кого вывезли после этой акции. Он рассказал, как на его глазах вот фактически двух человек жестко изнасиловали. Его в это время, и его еще несколько человек, они заставляли на все это смотреть и подключали ток. Причем ток так, через мокрые полотенца, через мокрые простыни, чтобы не было ожогов. Он рассказывает чудовищные вещи. Я вот два дня его слушаю, я такого даже еще не встречал. Такое ощущение, что там просто дали добро на издевательство, на уничтожение осужденных. У меня лично очень такие плачевные прогнозы для Федеральной службы исполнения наказания. С учетом того, что он явно пришел, ФСБшник, вот этот генерал Калашников, он явно пришел не для того, чтобы улучшать условия и права осужденных. Он пришел с четкой целью делать статистику, поправлять статистику в своем ведомстве. Давай, я сейчас тебя прерву, и мы попробуем все-таки поговорить и о хорошем. Юля Аук, Юля Аук, одна надежда на тебя. У меня зла не хватает. Я бы им прямо вот эти вот рожи, вот так вот угол. Самое главное – это вот это лицемерие власти, которое делает вид, что она что-то делает для своих граждан, на самом деле ничего не делает. Каково это? Иметь свою гражданскую позицию, выступать, вести митинги. Профессия это не мешает? Мы же знаем очень многих моих коллег, мы знаем многих ваших коллег, кому гражданская позиция просто очень часто выписывает в лучший билет. Мешает, мешает. Дорога в какие-то большие проекты федеральных каналов мне, конечно, закрыта. Одна надежда на тебя. И, во-первых, хочется поздравить нас всех. Нас всех с фильмами, о которых много говорят, о которых сейчас вышли. Мертвые души. Много говорят о фильме «Пассажир». Пассажиры. 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 Где ты тоже снялась. Но главное – мертвые души. Мертвые души. Почему, как ты думаешь, почему это сейчас так нами всеми востребовано? Кроме того, как говорят, что это очень талантно. Наш министр издал формуляр, благодаря которому мы сейчас имеем возможность перезахоронить в столице, на самых престижных местах, выдающихся деятелей русской провинции. А, Чучиков. Прошу. Мы сделаем вам справку о смерти и внесем вас в эти списки, как уже умершего. Рядом с кем хотите быть погребеным? С кем я хочу-то? С кем же я хочу? Я хочу лежать рядом с Газмановым. Рядом с Аллой Борисовной Пугачевой. Ну, пусть, например, рядом с Васоцким. Я бы хотел рядом с Федором Бондарчуком. С новой. У Кремлевской стены. Несмотря на то, что в основе абсолютно сохранен сюжет, но благодаря тому, что Гриша переписывает и переписывает очень талантливо диалоги, это становится настолько актуально. Просто вот про здесь и сейчас. И это про здесь и сейчас настолько смело, что многие современные, не все, конечно, но многие современные драматурги не рискуют так писать, как Гриша вот переделал этот сценарий. Павел Иванович, вы обвиняетесь в экстремизме и в террористической деятельности. В наше время разбойники в костюмах по кабинетам сидят. Все это какая-то чушь с этими кладбищами. Он хотел ввести губернаторскую бодьку. Да ладно? Точно. Почему это так востребовано сейчас? Ну, потому что в России в течение 200 лет на самом деле, если что-то и меняется, то меняется на очень короткий срок. А потом мы возвращаемся к тем самым вопросам, которые в России все время задаются. И, кстати, совсем недавно, я разговаривая с Дмитрием Львовичем Быковым, мы как-то задались вопросом, а почему вообще в России, ну вот сейчас ФСБ, до этого КГБ, в царское время царская охранка, НКВД, почему на самом деле эти люди в какой-то момент истории начинают управлять страной. И это было и при царском режиме, и после революции, и сейчас это происходит. Вот. Ну и, в общем, в «Мертвых душах» тоже есть такой персонаж, который, которого можно причислить и к силовикам, и это все так современно, это просто сил нету, насколько это современно. А в «Пассажирах», кстати, я играю судью. Едем домой. Вы не едете домой. Вы умерли. Мне очень жаль. Теперь вы мои пассажиры. Дверь открыть, я сказал! Из машины нельзя выходить, пока я вас сам не выпущу. Придется признаваться. В чем? В том, что тебя здесь держат. Я мать! Неужели это вообще никак не считается? Это высшая справедливость! Здесь прям такая реальная, очень серьезная трагедия. Фабула проекта «Пассажиры» в том, что это люди, которые умерли, и у которых остались неразрешенные какие-то проблемы, какие-то гештальты на земле, ну вот в мире живых. И пока они их не разрешат, и пока они сами себе не признаются в этом неразрешенном конфликте, они не смогут никуда из этого такси выйти. И вот я сыграла судью, судя по всему, очень высокого ранга, так не меньше Мосгорсуда, поскольку я немножко знаю теперь всю эту систему, которая, пытаясь повлиять на своего сына, засадила на пять лет его девушку, которая была среди акционистов, которые делали акции. И была абсолютно уверена в том, что она все сделала правильно. Если спасать ребенка, то даже такие методы хороши. Я хочу сейчас спросить каждого, и начну с Юлии Аук. Какое, Юля, для тебя слово года? Слово года? Беларусь. Дата Радина. Два слова. Живее, Беларусь. Павел Ракелян. Живее, Вешна. Марина Литвиненко. Я думаю протесты, потому что я не хочу забывать о Хабаровске, который это начал, и все это продолжилось в Белоруссии, и это очень сильно. Петр Курьянов. Да, Беларусь, безусловно. Алексей Федеров. Карантин. Потому что с вирусом и с карантинными мерами мы сталкиваемся с глобальным изменением правоприменения, и вообще, я думаю, что и само право тоже пострадает. Оксана и Андрей. Ваше слово года. Мы передаем привет Беларуси, и, безусловно, всей душой с ними. Мы ими восхищены, потому что нам здесь не удается сделать даже то, что сделали они. Но для нас самое главное слово – это вместе, потому что мы сейчас вместе. В хорошем месте, в нашем месте. Да, мы дома. И теперь у нас есть силы, чтобы сопротивляться, а до этого их не было, потому что мы были разрознены и разделены. И то, что происходит сейчас, вот все назвали слово Беларусь, и Ангарск, и Хабаровск, и все это тоже происходит от того, что люди становятся вместе, они сплачиваются. Поэтому для нас, наверное, слово – это вместе. И мы вместе, и другие люди тоже. А вместе победим. Виктор Шандерович, твое слово года. Все-таки ковид, наверное, потому что мы столкнулись с изменением мира, с изменением правил глобальным. То, что казалось незыблемым, незыблемым не является. И это очень драматично, и мы сейчас в процессе, этот драматизм никуда не денется в следующем году. Я спросила недавно своих студентов, которые живут в Германии. Мы обсуждали, как кто будет встречать Новый год. Ну, вы знаете, в Европе Новый год скучный. И они не показали, как они встречали прошлый Новый год. Они положили все вместе на один большой стол свои мобильные телефоны и включили в один и тот же момент на обращении Путин. Начали смотреть. И почему-то это дико смешно. И они стоят вокруг и хохочут. И я смотрю на это, и мне тоже почему-то, я не знаю почему, ужасно, ужасно смешно. Но у нас сейчас тоже ситуация такая многоэкранная. И нет Путина, слава тебе Господи. И мы можем обратиться к народам. Виктор Анатольевич, обратись к народам. Я еще не готов, я не сошел с ума, я не готов обращаться к народам мира. И есть старая, старая добрая мудрость, которая гласит, что главная банальность это боязнь банальности. Вот попытка что-то перед Новым годом сказать новое, это смертельный номер, не нужно никому. Перед Новым годом нужно говорить старое. Здоровье, счастье, удачи. Хочется, чтобы некоторые сюжеты не затягивали длинную тире из учебника истории, а чтобы закончилось в 21-м году, чтобы Белоруссия действительно с Лукашенко покончила. Там будут другие сюжеты, но чтобы этот сюжет был закончен в 21-м году. НАТО РАДИНА, твое обращение. Вера может! Вера может! Вера может! Вера может! Вера может! Не нужно терять веру, это самое главное, мне кажется. Многие не верили, что в Белоруссии возможны изменения. Вот бытовал такой миф, что белорусы очень толерантны, очень терпеливы. На самом деле произошла революция. И я уверена, что эта революция победит. Просто да, нам сегодня больно, нам страшно. Много жертв, много репрессий. Огромное количество людей проходит сегодня через пытки в тюрьмах. Очень большое количество политических заключенных встретит этот Новый год в тюрьме. Среди них тысячи людей, тысячи политзаключенных. И я очень хочу, чтобы в следующем году вот эти люди вышли на свободу. Чтобы мы добились этой свободы для наших лидеров, для наших героев и для всей нашей страны. И я думаю, что в России на самом деле тоже не все так плачевно. На самом деле я верю, что и в России в скором времени произойдут перемены. Просто нужно верить. Вам, россиянам, верить свой народ, так как мы, белорусы, верим в свой. Алексей Федяров, а у меня к себе большая просьба обратиться к силовикам. К кому? К силовикам. С новогодней пожелать. К силовикам. Дорогие мои силовики, а ведь большинству из вас, большинству подавляющему из вас, скоро нужно будет смотреть в глаза людям. В любом случае, как бы ни было. Я прекрасно помню, как это было в начале 90-х, как это было в середине 90-х. Вы тоже там бегали, колотили народ, а потом, когда стали голодать, голодали все вместе. Потому что это жрать в одну рыло, да, можно одному, а вот когда не останется, что жрать в одну рыло, вы будете голодать со всеми вместе. И вот когда ты голодаешь со всеми вместе, тебя самого могут сожрать. Думайте об этом, помните об этом, готовьтесь к тому, что скоро вас и вашу ресурсную базу начнут урезать. Полянка будет меньше, меньше и меньше. Петя Курьянов, у нас здесь из всех собравшихся Юлия Аук и, кажется, Виктор Анатольевич не сидели. Нет, не сидел. Не сидел. Было 4 уголовных дела, на скамье подсудимых сидел, автозакт, КОВД не считается. Не сидел, конечно. Марина, соответственно, она боролась за мужа, который сидел. Так что только Юля осталась. Петь, обращение к заключенным. Россия и Беларуси. Силы вам, терпения и скорейшего освобождения. Оксана и Андрей. Тем, кто ждет. Тем, кто ждет людей из заключения, людей из изгнания, тем, кто борется за своих, тем, кто борется за своих, кто прикован к больничной койке, тем, кто бьется за своих. Скажите нам. Вы знаете, очень важно поддерживать. Я понял, что из этой трясины можно выбраться, если есть хотя бы ниточка, которая вытягивает. Вот мы сейчас тех, кого знаем, из знакомых Оксаны, которые там остались и им еще кому-то долго, кому-то уже весной. Даже тем, кому мало, их надо за ниточку держать и вытаскивать, потому что непонятно, когда у них кончатся силы. Может быть, в предпоследний день и выйдут потерянные. Так нельзя, нужно терпение. Иногда наступает такая ситуация, когда тебе нужна улыбка в темноте. Ты ее не видишь, но достаточно знать, что она там есть. Если тебе не помог родственник или муж, или мама, или тот, на кого ты надеялся, неважно, найдется кто-то другой, которого ты еще не знаешь. И вот когда ты еще не знаешь, нужно верить. Улыбка в темноте это было сильно сказано. Марина Литвиненко, давай чуть сменим адреса-то, не к народу мира, а вот твое обращение к Путину, а то что все Путин к нам? А давай ты к Путину. Ой, нет, Оля, это как бы не самый мой фаворитный объект. Я бы, наверное, все-таки обратилась бы к странам Европы, так как я сама нахожусь в Лондоне, и, наверное, я бы обратилась бы и к Англии, и Германии. Пожалуйста, верьте в людей в России и в Беларуси. Не сдавайте их этим кровопийцам, этим диктаторам, которые сейчас, ну, так получилось, оказались во главе этих государств. Надо верить в людей, которые в какой-то момент действительно изменят эту жизнь. И вот это я хочу обратиться как раз к лидерам Европы, Америки и всего мира, что Россия и Беларусь под диктаторами, да, но люди здесь удивительные. Верьте в них. Да, поддерживаю Марину двумя руками. Павел Ракелян, а мы с тобой тоже сейчас не будем обращаться к Лукашенко? Уходи. Нет, не будем? Не вижу смысла. Мы совсем не будем разговаривать с Лукашенко? Зачем? Гораздо более умные, проницательные, влиятельные люди пытались разговаривать и понимали, что это бесполезно. Что бы ты пожелал белорусам? Я хотел бы пожелать белорусам смелости, смелости не персональной, не отчаянной смелости бросаться под танки, а смелости принимать перемены. у них нет ничего страшного, смелости принять прогресс, смелости принять то, что кто-то может от тебя отличаться, смелости признаться в том, что в этом ничего страшного нет, что это может только обогатить. И, безусловно, в человечности так проще жить. Юлия Аук, я даже не знаю, как тебе предложить, но надо. У меня к тебе есть просьба. Ты можешь сейчас обратиться к Богу? Обращение к Богу и попросить что-нибудь для нас. Я понимаю, что справедливость это не божественная категория, но милосердие божественная категория. И если у меня есть шанс и возможность обратиться к Богу, я бы попросила Бога о милосердии. Я обращаюсь к Богу. Я прошу милосердия для всех, всех людей, которые сейчас очень хотят изменить эту жизнь, которые хотят рассеять тьму и развести ее. что лучше не будет. Ни после Нового года не будет лучше. Ни в течение следующего года не будет лучше. Надо это понять. Лучше по волшебству не станет. Поэтому перестаньте бояться. Перестаньте бояться. И тогда станет лучше. Я хочу сделать неожиданную вещь. А именно вытащить сюда команду, которая делает этот канал. Милана, Люба, Зяма, Зина. У нас всегда вместе с нами две таксы, которых не видно. но они здесь всегда в студии, они здесь. У нас женское лицо. У канала женское лицо. Я хочу вас спросить. Милана, Люба, от чего мы пожелаем? Давайте не рычать друг на друга никогда. Вот я желаю всем перестать рычать друг на друга. Вот так вот. Да, собака? Иди на место. Все. Здоровья всем, пожалуйста. И давайте будем рядом. Мы вас очень любим. Правда. Мы вас собрали. Мы вас очень, очень, очень любим. Большое честь. Спасибо. Живе, Беларусь. Пока. Живе. Живе, Беларусь. Живе, Беларусь. Спасибо вам. Привет всем. Замечательно. Ура. Ура.